Какие действуют ограничения при банкротстве физлица в 2021 году? Можно ли иметь статус самозанятого или статус индивидуального предпринимателя? То накопленная сумма будет вам возвращена по акту. И новых ограничений нет. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, 250 плюс успешных дел, эксперт в банкротстве физлиц. Задавались ли вы вопросом, что будет, если я инициирую банкротство? Какие законным предусмотрены последствия и ограничения? Страшно ли подать на свою несостоятельность и что за это будет? Если да, то напишите комментарий об этом. Кстати, на комментарии я лично отвечаю, если у вас есть какие-то вопросы, также их можете задавать в комментариях. В этом видео я как раз разберу ограничения процедуры банкротства. Какие есть реальные ограничения, а также отвечу на часто задаваемые вопросы подписчиков. Как к примеру, какой вы будете получать доход во время или после процедуры банкротства? Можно ли выезжать за границу? Можно ли иметь статус самозанятого или статус индивидуального предпринимателя? И так далее. Ограничения во время процедуры банкротства. С момента вынесения решения с судом о признании вас несостоятельным банкротом, какие действуют ограничения? Во-первых, деньги вы будете получать только с распоряжением финансового управляющего. Это заработная плата, какие-то выплаты, пособия и так далее. Так как с момента признания вас несостоятельным банкротом на основании статьи 213.25 всеми вашими денежными средствами и имуществом распоряжается исключительно финансовый управляющий. Важно знать, я во многих видео об этом говорю и здесь повторюсь. Во время процедуры реализации имущества вы получаете только прожиточный минимум на себя и иждивенцев при наличии. Если ваша заработная плата составляет более чем размер прожиточного минимума, то значит вы эту разницу не получаете. Эта разница аккумулируется на вашем счету и при завершении процедуры банкротства финансовый управляющий накопленную сумму направит вашим кредиторам. То есть погастит часть требований, а от непогашенной части вы освобождаетесь. Если вдруг в вашем деле о банкротстве никто из кредиторов не заявит свои требования в установленном законном порядке, то накопленная сумма будет вам возвращена по акту, а от долгов вы все равно освобождаетесь. Что касается процедуры реструктуризации долгов, если суд в отношении вас ведет первой эту процедуру, то вы распоряжаетесь ежемесячно до 50 тысяч рублей такой суммой. Если вы пенсионер и суд признал вас несостоятельным банкротом, то у вас есть право получать пенсию в полном объеме. Важно, чтобы вы официально не работали. Если вы работающий пенсионер, то вы получаете прожиточный минимум для трудоспособного гражданина. Во время процедуры, когда вы признаны банкротом, вам запрещено открывать, закрывать счета, пользоваться картами. Вы обязаны сдать все имеющиеся карты на следующий день после признания вас банкротом. Сдаете вы эти карты финансовому управляющему. Следующее ограничение – это возможный запрет выезда за границу. Опять же, возможный. На практике у меня ни разу суд не запрещал выезд за границу должнику. И многие банкроты у меня выезжали во время процедуры за границу. Но, тем не менее, по ходатайству лица, участвующего в деле, к примеру, вашего кредитора, суд может вынести определение о запрете выезда за границу во время процедуры банкротства. Пока процедура не завершится. Во время процедуры банкротства, я неоднократно об этом говорила, но почему-то на практике сталкиваюсь с подобным, запрещено продавать, покупать имущество. Вашим имуществом распоряжается только финн-управляющий. Отвечаю на частый вопрос. Можно ли быть самозанятым во время процедуры банкротства? Да, можно. Можно ли увольняться или устраиваться на работу во время процедуры банкротства? Да, можно. И уволиться. Это никак не должно сказаться на завершении процедуры и освобождении вас от долгов. Также и устроиться на официальную работу. Не забываем про прожиточный минимум. Можно ли иметь ИП во время процедуры банкротства? Нет, нельзя. Для вас минутка рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Я провожу процедуру банкротства с командой по всей России под ключ. Если вам нужна бесплатная консультация, подходит ли вам банкротство, контакты в описании. А также у меня есть курс по самостоятельному банкротству, для граждан, у которых нет денег на юристов, которые хотят сэкономить на юристах. А также есть обучающий курс для юристов по банкротству физических лиц. Подробности все в описании. Что касается после завершения процедуры банкротства. Вот здесь-то и начинается самое прекрасное для должников. Никаких существенных последствий и ограничений с законом не предусмотрено. Да, есть последствия. Статья 213.30 закона о банкротстве. Опять же, рекомендую ее изучить. Существенных последствий и ограничений нет. Как к примеру, вы не можете занимать в течение трех лет в органах управления юрлица руководящую должность. Или в течение пяти лет не можете повторно списать с себя долги. Или если в течение пяти лет будете брать повторно кредиты или займы, закон вам не запрещает этого делать, вы обязаны будете указывать, что проходили процедуру банкротства. И новых ограничений нет. После завершения процедуры банкротства, представьте этот прекрасный день, когда в отношении вас будет процедура банкротства полностью завершена. Вы можете иметь любой официальный доход, никаких удержаний ни со стороны приставов, ни со стороны финансового управляющего больше не будет. Вы можете выезжать за границу, вы можете покупать, продавать имущество. Вы можете жить полноценной жизнью, как будто у вас никогда не было кредитов. Также можете заниматься предпринимательской деятельностью, вы можете получить статус индивидуального предпринимателя. Важно, тогда вам нужно будет инициировать процедуру как физлицо. Перед банкротством я рекомендую закрыть статус ИП. А также вы можете открывать вклады, копить деньги, пользоваться картами без каких-либо ограничений. Важно знать, после завершения процедуры банкротства, рекомендую обратиться в то или иное отделение банка, где у вас счета или карта, с решением суда, и банк обязан разблокировать все имеющиеся у вас счета. На этом по теме видео все. Если вам было интересно и полезно, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также задавайте вопросы в комментариях. Еще раз, если нужна бесплатная консультация по банкротству, контакты в описании. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok